Если бы не мои любимые, дорогие, самые лучшие подписочники из Телеграма, то вы сейчас могли бы смотреть видос про наш отечественный геймдев. Но мне сказали, мол, смотри, чё за хуйня форсится, и я такой, да, это то, что нам нужно, лютая хуйня. И на Двиче уже успели её постримить и в ТГшке обсудить, но конкретные выводы я сделаю в конце, ведь они неоднозначные. Потому что игра, в которой есть инцест, каннибализм, абьюз, психологические расстройства, культизм и семейные разборки, как, блядь, такая игра вообще может быть однозначной? Игра называется The Coffin of Endi... блядь, кофин... С одной стороны тупорылое название, а с другой оно полностью описывает первый эпизод, потому что кофин в переводе это гроб. А под гробом тут подразумевается квартира, в которой заперты главные герои. Заперты они по очень простой причине — карантин. Там чё-то водоснабжающая компания накосячила, по итогу в воде появились паразиты, и весь дом, где живут Эшли и Энди, теперь изолирован. К ним не могут доставить еду, ну, как не могут? Могут, просто охранник издевается и еду себе прячет. Контакты с ними никто не поддерживает, родители уехали, не звонят, друзья также пропали. И вот так брат и сестра живут уже третий месяц в изоляции от внешнего мира. Эх, понимаю. Я как-то в стационаре пролежал три месяца, правда, не в изоляции, но с дедами, которые в палате ночью дрочат, думая, что я не замечу. Заметил. Блядь, опять этот сосед включает музыку. Энди Эшли явно недовольны этим и решают посмотреть, чё же творится у соседа. Перебравшись на соседский балкон, главные герои наблюдают следующую картину. Сосед призывает демона. И судя по результату, неудачно. Подношение для демона у культиста не оказывается и он сам становится таковым. По сути, прямо сейчас за дверью лежит еда, подумала Эшли. И короче, тут они начинают спорить, надо оно им это или нет, ну, кушать человечка. И приходят к выводу, что да, нужно, не ели всё-таки три месяца, да? В общем, жмурико разделали, приготовили нужное, ненужное отложили в морозилку. Желудок Энди не сразу принимает такого рода пищу, но всё же справляется. А Эшли будто бы каждый день такую хуйню ест и ей вообще в кайф. И вот тут я, наверное, скажу парочку словечек про главных героев. Потому что после такого поступка моральная дилемма застала лишь брата и то не так сильно, как могла. В то время как Эшли просто въест и даже дурачится. Короче, знакомьтесь, Каблук, aka Dead Inside и Манипулятор, aka Яндере, aka Аниме Псих. В этом, наверное, главная проблема игры, что все негативные черты героев возведены в абсолют. А морали, вины, угрызений совести в этой игре будто бы не существует. Один раз эти двое обсуждали, точнее Энди обращался к Эшли, мол, Ты ничего и никому не расскажешь, ибо я не хочу сесть за решетку. Но говоря о том, что ты не хочешь сесть за решетку, ты дальше творишь ещё более аморальные и незаконные вещи. Блять, как это работает? Конечно, всю эту дичь он делает ради сестры, точнее, не ради, а под гнётом и абьюзом сестры. Ибо маленькая дрянь то и делает, что капризничает, манипулирует и в целом никого к брату не подпускает. Первую девочку, которой понравился Эндрю, она заперла в ящике. Как заперла? Брат запер, а она лишь заманила. Это был их общий план, навязанный Эшли. Да, Эндрю ломался, мол, выпусти, всё ли там с ней хорошо, ибо она там задыхается, у неё там астма или чё-то такое. Но буквально через парочку Энди запирает ящик. Нет бы, да, въебать сестре со словами «Лечись, ебанутая», но нет. Это слишком человечно, логично и просто. Зачем нам логика, когда игру делают для аниме-психов, которые, глядя на этот сюжет, буквально думают «Бля, хочу такого же братика», «Бля, хочу такую же сестру», «Бля, хочу сестру», «Что с вами не так-то, а?» Я вот думал сперва про сюжет, что, ну, интересная история про изолированных от мира людей и про то, как они выпутываются из этой ситуации. Честно говоря, было интересно до первого флэшбэка с запертой девочкой, о котором я говорил ранее. Ну ладно, не до первого флэшбэка. Я немного дальше по сюжету стал понимать, куда всё катится. Короче, поели, поспали, Энди поныл, мол, неправильно, мы чё-то делаем. И вообще, почему всё так сложилось? Казалось бы, да. Энди взялся за голову, думает о последствиях, морали, да, совесть его мучает. Хуй там! В следующем кадре он думает о призыве демона. Вот, вот об этом я и говорю. Смысл нам показывать героя, который вроде и думает о том, что натворил, и такой «Ебать, как это плохо, что делать-то?» Но буквально через пять минут он опять творит хуйню. Кэшли-то вопросов нет, типичная яндерка из дешёвого аниме, но Энди-то. Бля, вот вы посмотрели бы на то, как, ну, нормальный парень, да, не тряпка, выстраивает отношения с такой сестрой? Точнее, как он обязан выстраивать отношения с такой сестрой, ведь ситуация вынуждает. Я бы посмотрел. Потому что столкнутся две противоположности, которые будут искать общий язык между собой. А тут одна капризничает, другой потакает, и в чём развитие? Так о чём это я? Да. Призыв демона. Для призыва, короче, нужны свечки, нарисовать кровью круги, включить эту музыку, и чтобы всё прошло не так, как у культиста, стоит подготовить подношение. Это всё Энди вычитал из книги соседа, и это чтиво прерывает охранник, который каждый божий день делает обход своего этажа. Ну, сосед ответить не может, и охранник решает вернуться чуть позже. Наши герои в панике, чё будет, если охранник заметит пропажу, заметит следы убийства, боже мой. Ну, пора заметать следы. Энди отвлекает охранника из собственной квартиры, пока Эшли убирает все улики, но она не успевает уйти вовремя. Охранник уже здесь, и Эшли решает спрятаться в шкафу. По неведомой мне причине, первое, что решает проверить охранник, зайдя в квартиру, это ебучий шкаф на другом конце квартиры. Естественно, он её находит, и сбывается мечта любой анимешной мокрощёлки. Краш и в совокупности братик спасает её и убивает охранника, после чего с пафосным ебалом протягивает руку и говорит, Come with me if you want to live, сука. Убийство оказалось полезным, ведь теперь у них есть ключ и рация. Они решаются проверить, что же творится на их этаже, а там... ну... ничего. Все двери заколочены, а на них висят странные записки. Этажом ниже есть незабаррикадированная квартира, и в ней сидит женщина, у которой всё отлично. Оказывается, вся еда, которая должна была идти нашим героям, доставалась ей. Ибо она хорошо общалась с охранниками, короче, она шлю... Если опустить детали, то план по призыву демона теперь такой. Подготовить ритуал. Угрозами заставить женщину позвать второго охранника в квартиру с ритуалом, используя рацию. И, собственно, провести ритуал. А в качестве подношения использовать охранника. Всё проходит плюс-минус гладко, за исключением того, что Энди распустил руки и убил заложницу, пока Эшли занималась ритуалом. Опять-таки, хладнокровно, без сожалений, угрызения совести, блядь. Призванный демон по итогу дарит Эшли амулет, который показывает вещи и сны. И, по сути, первый эпизод кончается на том, что, залутав бабло и волыну у охранников, родственники сбегают из этого дома. И начинается второй эпизод, который мы проспидраним до ключевых моментов. Окей? Поехали. Герои снимают номер в мотеле, сидят, прикалываются, ругаются. Впрочем, ничего нового. По новостям говорят, что их прошлый дом сгорел и все считаются погибшими, в том числе и они. Засыпают. Эшли снится вещий сон про то, как врывается у... И втихую всех режет. Проснулись, улыбнулись, решают подловить убийцу. Ждут. Эээ... Ждут. Ещё раз ждут. Как вдруг. А, забейте, это рандомный культист. Энди проследил за культистом и там, куда шёл культист, оказалось ничего интересного. Вернулся, рассказал и ещё подождали. Теперь реально приезжает убийца, заходит в их квартиру и, судя по всему, устраивает там засаду. И то и дело ждёт, пока жертвы уснут. Поэтому возникает план. Зайти, забрать нужные вещи, выйти, заманить убийцу в парк и там его уже грохнуть. С горем пополам им удаётся это сделать и теперь у них есть тачка, но нет денег. А у кого есть деньги? У родителей, конечно. Так что идём грабить родителей. По-тихому... Не получилось. У матери выходной и она вернулась домой раньше, чем этого ожидал Энди. Слово за слово Энди делает всё, чтобы не выйти в диалоги с мамой на концовку под названием «Когда вы уже съебётесь?» И решает приготовить обед вместо матери. Или ужин. Бля, мяу просто. Я не помню, а чё они там готовили, но это был суп. И во время готовки Эшли вкидывает информацию про амулет, который разрядился, и чтобы его зарядить, нужны души. Как удобно, что рядом есть два хороших кандидата, да? Заебался я, короче. Я ускоряюсь, пидран. Угроза оружием. Подготовка ритуала. Попытки матери уговорить Энди, чтобы тот их отпустил. Вопрос. А вы ебались? Без угрызений совести проводим ритуал. Оказывается, демон не убивает, а просто забирает души, а тела после этого ещё живут. Добиваем нахуй! Разделываем, убираем улики, зубы в унитаз, кости в печь, мясо в суп, потроха в блендер, кушать суп. Вот интересно, а если человеческие кости использовать как навар для супа? Ой, блядь. О чём это я думаю? Получится ли бульон наваристый? Вот. Ответьте в комментариях, блядь. Так о чём это я? Ээээ, лайфхак с амулетом. Что если уснут двое, держась ручками за один амулет? Два вещь их сна? Полезно. Но вместо вещьего сна мы видим то, за что форсится эта игра. Инцест. Приходится орать это на всю квартиру, надеюсь соседи довольны. Хватаем черепа, едем к реке, выбрасываем черепа в реку и... всё. На этом кончается второй эпизод. Наконец-то, блядь. У вас остались вопросы? У меня нет. Плюс-минус все сюжетные линии закончены. По крайней мере те, за которыми я следил и не дропнул. Мотивация всех персонажей понятна, это точно. Почему, например, родаки бросили своих ублюдышей на три месяца? Ну, потому что дети ублюдки и махинации со страховкой никто не отменял, да? Дети по документам считаются мёртвыми и пошли они нахуй. Да, и в целом, почему это мотивация родаков? Это мотивация матери, потому что отец тряпка ёбаная. И вообще, чё там в этом доме творится, как-то всё равно, если честно. Потому что, исходя из того, какой антураж у игры и какая тут ебанутая в целом вселенная, принимаешь здешний трэш за что-то нормальное. Ну, так и должно быть. Сосед вызывает культиста? Похуй. Еду не доставляют и вы голодаете, а охранник над вами издевается? Похуй. Брат и сестра хотят выебать друг дружку? Не похуй, алё, вы чё? Буквально весь хайп на этом и держится. Ну, ещё из-за того, что это типичные аниме-психи. Братишка типичный хикан и каблук, который не растёт как персонаж на протяжении всей игры. Хотя на него были возложены все мои надежды. Я думал, персонаж как-то будет расти из-за моральных выборов и последствий, да. И тем самым будет влиять на сестру в кои-то веки, за счёт чего и она будет расти. Но хуй мне, хуй вам. Мы наблюдаем всю игру, как аниме-психи буквально возводят данное звание в абсолют. Убивают налево и направо, делают аморальные вещи. Без каких-либо последствий. Некоторые могут возразить, мол, да как ты смеешь, главные герои постоянно сталкиваются с последствиями своих выборов, моральными угрызениями и вообще они жертвы и они страдают. Я бы согласился, если бы всё нытьё того же Энди было не напрасным. Мол, съел в первый раз культиста, поплакал, покакал, да, насчёт того, как это плохо, но правда ради необходимо. И в следующий раз он бы подумал дважды, а то и трижды, стоит ли оно того, но нет. Он мало того, что повторил это, так ещё и съел родителей. Бля. Я вообще запускал игру с одной лишь целью, понять, почему эта игра форсится. Я худо-бедно получил ответ на этот вопрос. Во-первых, вы посмотрите на эту рисовку. Ничего не напоминает? Серьёзно? Ничего? Вспомни на чё дрочи... Дерпиксена, если знаете, то понимаете о чём я. Это же буквально порнушная рисовка. Всем художникам дают самый простой шаблон для рисовки, чтобы не надо было стараться. Я не удивлюсь, если тот самый Дерпиксен и делал основные арты, серьёзно. Хотя не забывайте про целевую аудиторию, о которой я вообще говорить особо не хочу. Ведь эти отношения, которые были показаны в этой игре, они для этой аудитории не причина для смеха. Не причина для подумать, а это что-то желаемое. То, что они с вожделением хотят в тайне ото всех. В тайне от сестры, бля. Я немного побывал в похожем комьюнити, и поверьте, я знаю о каких людях я говорю. Да что уж там говорить, я вбивал название игры в Яндексе для поиска картинок на превью. И не скрывая, Яндекс просто выливает мне прикольные арты. Хайп строился на фан-сервисе, на ебанутости происходящего. Ведь тут очередная Яндерка и потакающая её выходком парнишка. Персонажи не развиваются, история могла быть интересной, но слилась во втором эпизоде, а последующие эпизоды ей не нужны. Ведь Энди и Эшли просто поехали жить-поживать и за последствия не отвечать. Вообще там эпизодов пять, блядь, должно быть, это ж вообще пиздец. Надеюсь, вожделенцы следующих эпизодов поймут когда-нибудь, зачем сделана эпизодическая система. Хайпанёт? Продолжение будет. Нет? Нет так нет. И я сто процентов уверен в том, что история в следующих эпизодах будет, если не хуже, то на том же уровне. Без прогрессии, трэшовая. А из-за того, что трэш идёт уже третий эпизод, трэш просто надоест. И если говорить о гробе, как о игре, то, ну, ходилка-бродилка на РПГ-мейкере. Не более загадок нет, ничего интересного нет, пердим дрищем, вот. Выводы, конечно, неоднозначные. У нас тут есть сюжет, из которого можно смело убирать важные сюжетные детали и моменты, и сюжет в целом не поменяется. Будь это брат и сестра, или просто парочка. Чё поменяется-то? Ничего не поменяется. Заявленная нелинейность работает так же, ведь игра работает как один большой фан-сервис. И зачем тут выборы, которые не приводят к тому самому фан-сервису? Мне вот непонятно. Ходить-бродить неинтересно от слова совсем. Уж лучше игра была новеллой с артиками. Опять-таки в новеллу больше фан-сервиса влезло бы. На удивление, тут есть вещи, которые мне зашли. Музыка, визуал и концепт. Музыка, моё почтение, стопроцентное попадание в настроение, претензий нет. Визуал понравился только у бродилочной части. Вся эта бумажная текстура, сама цветовая палитра. Прикольно, но не порнушная рисовка в диалогах. И концепт запертых в изоляции брата и сестры, за которыми было интересно наблюдать в первые минуты игры, пока всё не скатилось в хуйню. Как они выживают, чем занимаются, в целом, что дальше произойдёт, это всё было интересно и интригующе. Но фан-сервис всё сожрал. Быть может, вы сами поиграете и проникнетесь персонажами, кто знает. Может, вас проберут эти их вечные ссоры и выяснения отношений. Я вообще, возможно, упустил какие-то сюжетно важные вещи, но кто за этим следит? Все ведь понимают, зачем и для кого делалась эта игра. Явно не для таких, как я. Короче, на этом у меня всё. Вот, этот ваш гроб для меня закончен. Проходная какая-то вещь. Ставь лайк, если понравилось. Если не понравилось, дизлайк. Напиши, что конкретно не понравилось. Да, что я там упустил, не упустил. Отвечу, напишу в ответ. Также подписывайтесь на Twitch, на Telegram канал, где мы всякое прикольное обсуждаем, не обсуждаем. Вот, и так далее. Всё, всех целую. Всем пока.